Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас сегодня несколько вопросов. Один из них – это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте. Скоро саммит в России пройдёт, Россия-Африка. И вопрос, связанный с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, примитивно к обеспечению безопасности страны. Но вначале я хотел бы спросить, если у кого-то есть какие-то текущие вопросы, то, пожалуйста. Владимир Владимирович, коллеги, по вступающей службе информации, по вступающей в бизнес-источнику, Официальная варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. И более того, приходит осознание того, что вопрос поражения Украины – это вопрос только времени. И в этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, в законных областях, путем развещения там своих мест. И такой шаг, как один из вариантов, планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности. Это так называемый Люблинский треугольник. И мы видим, что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общий языковой ритовско-польской-украинской инициативе, которая действует под эгитой так называемого Люблинского треугольника. Нам представляется, что за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить. Да. Вот то, о чём сейчас сказал Сергей Евгеньевич, на этом следует остановиться, наверное, даже поподробнее. Эта информация появилась уже и в европейской, в частности, во французской прессе. Думаю, в этой связи будет уместным напомнить также и о некоторых уроках истории XX века. Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае, пока нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направления тысяч иностранных наёмников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии. Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения ещё советского производства. Да, конечно, западное вооружение можно ещё дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определённый ущерб и затягивает конфликт. Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А, во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причём большие ресурсы и время. А главное, в результате самоубийственных атак формирование ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек. И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и сёлам Украины, действующему режиму всё труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос. Ради чего? Ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется. И европейцы, и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины – это, по сути дела, тупик. Пустая, бесконечная трата денег и сил, а по факту – обслуживание чужих, далеко не европейских интересов, интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы, выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта. Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют. Соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам американского народа – это большой вопрос. Вопрос, конечно, риторический. Пусть они сами решают. Однако сейчас огонь войны усиленно разжигается. В том числе используют для этого амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию, в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики. А сейчас они хотят погреть руки на украинской трагедии. В этой связи не могу не прокомментировать то, о чём сейчас было сказано и привыкшееся сообщение в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идёт не о каком-то сборище наёмников. Их достаточно-то. И они уничтожаются. Именно о регулярном, сколоченном, оснащённом воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна. Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причём останутся навсегда. И в этом, кстати, не будет ничего нового. Напомню, что после поражения Германии и её союзников по итогам ещё Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии. Польша, подстрекаемая Западом, воспользовалась и трагедией гражданской войны в России, аннексировала некоторые исторические российские губернии. Наша страна, находившаяся тогда в тяжелейшем положении, вынуждена была пойти на заключение Рижского договора в 1921 году и фактически признать отторжение своих территорий. А ещё раньше, в 1920 году, Польша захватила часть Литвы, Вильнюсский край, территорию вокруг современного Вильнюса. Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого русского империализма, а как только подвернулась возможность, сразу оттяпали у соседей кусок земли. Поучаствовала Польша, как известно, и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году. Полностью оккупировала Тешевскую Силезию. В 20-е и 30-е годы прошлого века в так называемых «восточных кресах» Польши, а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы, проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей. Шло подавление национальных культур, православие. Хочу напомнить также о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. А закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машины и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним. Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землёй. Так же, кстати, как и их идейные предшественники – петлюровцы, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни. Такие предатели и сегодня готовы открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнея, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами – это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко. Скажу одно. Это очень опасная игра. И авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях. Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваши службы, та же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий. Теперь давайте приступим к нашим основным вопросам.